Всем привет еще раз! Я снимаю следующее видео уже, потому что, опять же, много всего и нужно это все успеть снять, потому что хочу с вами поделиться сегодня своими корейскими какими-то пустыми баночками, именно корейской линейкой, которую я раньше использовала. Из корейских продуктов я пробовала средства для умывания, именно полный уход у меня присутствовал, поэтому мне есть, что вам рассказать и с чем с вами поделиться. Допустим, покажу я вам вот такие вот две умывалки от Тони Молли, это были мои любимые умывалки, они и остаются ими. Советовать или нет? Да, я советую. Вот это вот с алоэ, она очень подойдет хорошо для жирной кожи на летний период. Очень приятный запах, очень приятная текстура. Здесь 180 мл в этих упаковках и хватает их на полгода, это точно, потому что нужно буквально маленькую горошину, чтобы нанести на лицо и, соответственно, умыться. Этими умывалками можно снимать и макияж, они не травмируют глаза, конечно, если вы не откроете их. Умывают макияж, конечно, где-то, наверное, на 4 с минусом, но они имеют место быть, потому что у них приятный запах, они хорошо очищают кожу. Умывалки эти направлены на индивидуальный какой-то, да, такой уход. Допустим, вот это для жирной кожи подойдет и только на лето, я лично считаю, потому что она немножко подсушивать имеет свойство кожу. Вот эта вот умывалка, она идет с грейпфрутом и она подойдет, здесь уже все стерлось, но она подходит на такое более холодное время, она такая щадящая, либо подойдет для сухой кожи на именно летний период, потому что она смягчает кожу, она не пересушивает ее. Конечно, подсушивает чуть-чуть, потому что текстура у них, в принципе, одинаковая и свойства, в принципе, одинаковые, но она не сушит настолько кожу, насколько вот эта умывалка. Это мне понравилось намного больше, честно скажу, чем вот эта, потому что этой я пользовалась в холодный период, я не знала просто, насколько она будет сильно пересушивать кожу мою, и это была моя ошибка, у меня из-за нее начались шелушения, поэтому я ее и советую даже для жирной кожи использовать летом. На лето это суперская умывалка, она действительно как-то создает какой-то баланс, водный баланс кожи, и у вас не жирнится кожа абсолютно, кожа матовая. Вот на лето мне нравилось больше вот эту использовать. Вот эту я очень любила использовать в осенний, весенний период, зимой, конечно, ее тоже немножко маловато, но также использовала ее и зимой, и мне нравилось. Я была просто в восторге от нее, очень такой ободрящий, приятный запах грейпфрута, так что могу советовать. Также я приобретала спонж коньяку, именно оригинальный вот этот корейский, фирму я, фирма ZSIM называется, вот такой вот спонж, и вот он мне нравился намного больше, чем тот, который я вам показывала в покупках. Я от него была в восторге, использовать его можно в течение трех месяцев, что не может не радовать, потому что они не слишком бюджетные, я лично считаю, они стоят в районе 400-500 рублей, смотря где приобретать. В общем, я все равно была от него в восторге, и хочу снова его приобрести, но пока у меня есть, в принципе, спонжи, я решила не приобретать все равно, чтобы не захламляться. Покажу вам еще сыворотку, которую я любила использовать, которая мне нравилась, это сыворотка от фирмы Mizon. Здесь у нас увлажняющая сыворотка, содержащая 50% гиалуроновой кислоты. Выглядел тюбик вот так, я знаю, у них есть еще такая коричневая версия, улиточная, и зеленая, и синяя, и желтая, но я решила, вот из всех отзывов, которые я читала, решила попробовать вот эту. Я приобретала ее весной, и весной, когда еще более-менее прохладно, мне она не очень понравилась, я ее вообще не поняла, потому что вообще все продукты корейские, когда наносишь на лицо, они имеют свойство очень быстро впитываться, и такое ощущение, как будто на коже у вас ничего нет. Мне сначала это не нравилось, у меня всегда в арсенале был питательный какой-нибудь крем, я им любила смягчать лицо, и когда наносила косметику, то у меня быстро появлялся жирный блеск. Средствами корейскими такого вы не увидите, если, конечно, это не супер какой-то питательный и жирный крем, и то, если вы его нанесете, то он впитается у вас просто вот за 5 секунд. Это же средство я использовала и как в одиночном варианте, и как под крем, на крем, как вообще положено. Честно, вот весной он меня не впечатлил, но летом я его использовала одиночно на лицо, хотя говорят, нельзя так делать. Ну, я использовала, я на тот момент еще не знала, что нельзя так делать, теперь, конечно, не буду так делать, но мне все равно нравилось, потому что у меня с ним не жирнилось лицо. Я его наносила даже не только под макияж, а просто вместо макияжа. Он, конечно, не маскирует ничего, это обычная прозрачная такая жидкость была, но у меня лицо с этими всеми продуктами было настолько, я не могу сказать идеальное, но оно было, оно выглядело хорошо. У меня не было на тот момент прыщей, потому что я занималась спортом, не ела кучу гадостей, еще пользовалась вот этой вот корейской косметикой, которая очень хорошо влияет на кожу. В общем, супер, я могла его в одиночном варианте нанести на кожу лица и, ну, не гулять, конечно, пойти, но вот на речку мы ездили, к примеру, просто в магазин я могла выйти без макияжа. В общем, мне нравилось это средство, но именно только летом. Что-то питательное я, допустим, не пробовала из вот таких вот сывороток у них, поэтому сказать ничего не могу, но могу посоветовать именно для жирной кожи вот это средство, потому что для сухой кожи, мне кажется, вы ничего не почувствуете. Также я приобретала вот такой вот крем, думала использовать его именно на такое промежуточное время, вот зима-весна, потому что у меня ничего на тот момент не было. Что-то хотелось новое, крето-глубоко увлажняющий крем, тоже от фирмы Mizon, и он мне не понравился абсолютно, он у меня не скатывался под макияжем, ничего, но увлажнения особого я от него не заметила. Я могу его посоветовать использовать даже для жирной, нормальной кожи, именно в такой вот, наверное, весенний-осенний период, именно поздней весны, уже ближе к лету, да, и ранней осени. Потому что у меня с ним не жирнилась кожа абсолютно, хотя он увлажняющий идет, а на зиму я его вообще не советую. Честно, допользовала его лишь бы, лишь бы, лишь бы, и покупать вот именно такой крем я не советую и сама не буду. Упаковка идет пластиковая, запах у него был нейтральный, не напрягающий. Также, познакомившись с косметикой Mizon, мечтала приобрести вот такой вот крем от Mizon тоже, который называется Multifunctional Formula Snail Repair Perfect Cream. Это версия, которая содержит 80% улиточной слизи, по-моему, потому что есть там такой же крем, он содержит 92%, по-моему, процента. И вот я его пробовала в пробнике, он мне не понравился. Вот этот мне понравился намного больше. Его я советую, но одно но, у него запах действительно тоже такой вот, как у понтин прови шампунь, и он такой вначале резкий и навязчивый, потом он, конечно, выветривается, либо становится такой более приятный, не такой, как в начале. По свойствам он неплохой, мне нравился. Я его использовала и как на ночь, и как на утро, и он впитывался, хотя это питательный крем, это идеально восстанавливающий крем с экстрактом улитки. Вообще, это питательный крем, как заявлено на сайте было, и этот крем впитывался у меня вот просто за мгновение. Я просто его не ощущала на лице, и не ощущала вообще, что что-то наносило на лицо. Крем неплохой, повторить, в принципе, я думаю, стоит его. Если найду и раскошелюсь, потому что он тоже небюджетный, то, конечно же, приобрету его. Но под конец он мне, конечно, очень надоел, хотя здесь 50 мл, но использовала его очень долго, потому что он был очень густой, очень питательный. И, честно сказать, он очень экономичный, так что, в принципе, своих денег он стоит, я считаю. И что хочу еще сказать, я его пыталась использовать под глаза, не советую так делать. Он ничего плохого не сделал с моими глазами, но через время использования, допустим, месяца где-то, у меня очень сильно были подчеркнуты все мои новоиспеченные морщинки. Так что под глаза его не советую. А на лицо вообще суперская вещь. Им также мне довелось попробовать вот такой вот тоже крем от Mizon, который под глаза, именно для области вокруг глаз. Я им была довольна. Но, честно сказать, как бы я его не дозировала, вот меньше наносила, чуть больше, все равно у меня консилер скатывался на нем через какое-то время. Либо нужно было вот так вот распределять заново это все. В общем, появлялись трещинки какие-то, забивался он в складки, именно консилер вместе с вот этим кремом. Но сам крем по свойствам очень хороший. Если использовать его исключительно на ночь и не под макияж, то советую. Я могу его посоветовать. Я бы сама его еще приобрела и очень хочу, но не могу, потому что я люблю использовать такие универсальные крема, которые я могу использовать и на ночь, и на утро. И чтобы они мне ничего не подчеркивали, и под макияж подходили, и именно ночью увлажняли кожу. В общем, этот крем все это делает, но вот под макияж он совсем не подходит. И это, конечно, минус. Здесь 15 мл. Я им очень долго пользовалась. Под конец уже тоже мне надоел он. В целом, в принципе, я вообще очень довольна осталась косметикой корейского производства. Честно, многие продукты могу посоветовать, особенно именно те, которые я вам сегодня показала. Если у вас есть доступ приобрести где-нибудь в городе, потому что у нас есть точки корейской косметики по городу, либо у вас есть возможность заказать через интернет, советую хоть что-нибудь, но попробуйте. Хотя бы вот там крем под глаза, вот этот крем, там умывалки вот такие вот, они заслуживают своего внимания однозначно. Допустим, спонж тот же. Я лично осталась от всего, что я пробовала в восторге, кроме вот этого крема. Ну и то я его тоже использовала. Вот и все, что хотела рассказать. Напишите свой отзыв в комментариях. Пробовали вы что-то из того, что я показывала? Может быть, что-то посоветуйте свое, то, что пробовали. Очень буду ждать ваших комментариев, потому что я долго вынашивала вот эту идею съемки видео именно вот всей корейской вот этой линейки, всей вот именно серии, что у меня была. Потому что все они закончились у меня ни в одно время. Я их накапливала. Я, опять же, долго вынашивала эту идею. Нужно снимать, не нужно. В общем, да, я переживала вообще по поводу идеи самого видео. Надеюсь, вам понравилось это видео. И жду ваших отзывов, комментариев, советов тем более. Ну а мы с вами увидимся в следующем видео. Всех целую, обнимаю. И пока-пока.